Здравствуйте! В эфире программа «В теме». С вами Елена Хворостенко. Сегодня я хочу обсудить с вами законопроект Олега Лебедева об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Данный документ сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы. По мнению специалистов, он должен составлять основу соответствующей нормативной базы. Многие люди, наверное, скажут, до животных ли сейчас? В стране кризис. Многие люди потеряли работу и источник существования. Зарплаты урезаются, пенсии не индексируются, а цены ползут вверх, как на дрожжах. Казалось бы, то ли сейчас говорить о собачечках и кошечках. Однако вопросы милосердия и человечности всегда выходят на первый план во время всех глобальных потрясений. Всегда и везде, во время крупных эпидемий, войн и революций, кризисов и голода, люди оказываются перед выбором. Идти по трупам ради выживания или, подвергаясь опасности, заботиться о других. А отношение к животным – это, как хорошо известно, лакмусовая бумажка на человечность. Например, часто бывает, что семья съезжает со старой квартиры, оставляет там кошку или собаку, чаще всего запертыми в помещении без еды и воды. А бывает, матери о социальном поведении забывают, что у них есть ребенок и уходят развлекаться, оставляя их дома без еды или воды на несколько дней и даже недель. Интересно, что дети в этом положении оказываются даже лучше приспособленными к выживанию, чем животные. Человеческие детеныши, по крайней мере, могут выковыривать грязь между половицами и ею питаться. Животные так не могут. Но перед побоями беззащитны животные и дети. Сообщения о том, что где-то насмерть забили ребенка, то и дело приходят из разных регионов. Новости о жестоком отношении с животными приходят реже, просто потому, что к ним не относятся так внимательно. Пишут, как правило, только о самых диких случаях. Если, например, собаку или кошку выкинули из окна многоэтажного дома. Или если девочки-школьницы взяли из приюта спасенную зоозащитниками собаку для того, чтобы ее съесть. В Европе и Америке подобное поведение людей просто немыслимо. Там за жестокое отношение к животным наказывают очень серьезно. У нас тоже есть соответствующая статья Уголовного кодекса. Но кто и когда слышал, чтобы она работала. Чтобы у нас кто-то, измываясь над животным, опасался наказания. А жестокость она и есть. Жестокость по отношению к кому бы не проявлялась. И страшнее всего, если, глядя на родителей, к ней с раннего возраста приучаются дети. Например, сегодня ребенок насмерть забил щенка. Думаете, он усомнится потом поднять руку на человека? Или сегодня семья оставила в запертой квартире умирать собаку? Через несколько лет их выросший ребенок запросто забудет о престарелых и больных родителях. Все наши поступки возвращаются к нам бумерангом. Так пусть лучше это будет бумеранг добра.